Всем привет, ребятки, это Мнев, я вернулся и сегодня очень интересная тема выбора компонентов для системы жидкостного охлаждения. У нас был уже целый цикл всяких видосов и настала очередь процессорных водоблоков. Так что будет много всего интересного, всяких тонкостей, нюансов, о которых вы, возможно, даже не догадывались. В общем, будет интересно как начинающим, так и опытным и, думаю, пора приступать к делу. Начнем с того, что процессорный водоблок должен качественно охлаждать процессор. Неважно, будь это водянка 3 в 1, будь это огромный жирный кастомный контур, процессорный водоблок должен справляться блистательно со своей задачей. И его некачественная работа может повлиять негативно на температуры, тродлинг, либо просто убийство той цели, которую вы преследуете. Об этом, кстати, можно в отдельном видосе, либо на стриме поговорить. И так вот, процессорный водоблок визуально, внешне может быть каким угодно. И выполнен он может быть сверху, если посмотреть из абсолютно разных материалов. Это может быть ацеталь, это может быть акрил, это может быть акрил с алюминием, алюминий в контуре ни в коем случае не участвует. И это может быть медь. Медь может быть никелированная, медь может быть обычная рыжая, двухсоставная, двухцветная. И еще бывают варианты с композитными материалами, что встречается очень-очень редко и, как правило, дорого. Если говорить про самую лучшую крышку в плане производительности, то это медная. Медь всегда была впереди, никелированная, чистая, все это всегда показывало чуть лучше, чем акрил и ацеталь. Ацеталь бывает черный, бывает белый, белый ныне вообще редкость. И акрил бывает разный, как правило, акрил применяется как дешевое решение, он бывает немного полый. И акрил позволяет светиться RGB-т ленте, ныне очень популярный. Но с акрилом есть один нюанс. Если вы чуть-чуть не рассчитали силу, либо пользуетесь ключом восьмигранным для того, чтобы закрутить фитинг, чуть-чуть перекрутив, можно сделать так, что акрил лопнет. А когда в контуре это все будет работать, вот эти мелкие-мелкие трещины чуть-чуть расширятся, и пойдут немножко неприятные капельки, которые могут замочить все вокруг. Поэтому с акрилом просто будьте осторожными, аккуратными, вкручивайте все руками. И крышки бывают разные, разных цветов, подсветок, масти, формы. Бывают даже экранчики в крышках, и все это абсолютно нормально. Единственное, что неизменно и объединяет все эти крышки, два отверстия с резьбой G1-4. И вот крышка не так интересна снаружи, как интересна внутри. И вот тут есть два типа системы впрыска непосредственно внутри водоблока. Есть прямой впрыск в микроканальную структуру, и есть впрыск проточный. Проточный впрыск, это когда с одной стороны у нас входит жидкость, проходит сначала микроканальной структуры до конца, до другой стороны, если хотите, и выходит через второе отверстие в крышке. Тип этого впрыска старый, неэффективный, и как правило, даже производители фулл каверов для видеокарт переходят к прямому впрыску непосредственно в центр микроканальной структуры через реактивную пластину, или отдельный модуль, или стационарный модуль, который расположен с обратной стороны крышки. Еще стоит отметить, что в крышке иногда бывает паз для резинки, либо этот паз находится в основании, плюс еще вспоминаем, что есть крепежная рамка, которая крепится либо между крышкой, либо смонтируется непосредственно в крышку. Все зависит от производителя и от того, какие у него предпочтения и вероисповедания в этом направлении присутствуют. Еще справедливо отметить, что как раз-таки ЕКВБ одни из тех, кто первые стали вкладывать в комплект дополнительные реактивные пластины с разной толщиной отверстия, которое пропускает жидкость в микроканалку. И это позволило пользователям многим поиграться с производительностью контура, увеличить либо уменьшить давление в микроканальную структуру и получить разные результаты производительности. Еще один из вариантов изменения давления, это как раз-таки водоблоки Аквакомпьютер, их старшая версия, где с помощью шестигранника можно немножко побаловаться. Плюс еще есть разные вариации, где присутствует резинка вокруг впуска в микроканальную структуру, где она не присутствует. Вариантов действительно много и все подводит нас к самому важному, самому главному, это основание, которое имеет две стороны, которые одинаково важны и сейчас мы с ними разберемся, потому что как-никак основание это основа производительности любого водоблока. Начнем на самом деле с очень-очень простого. Типы микроканальной структуры бывают разные и, как правило, сейчас остались только плоские каналы. Есть, конечно, исключение у Аквакомпьютера, где плоские каналы чуть-чуть разделены на небольшие ряды, но опять же это все относится непосредственно к плоским каналам. Игольчатая структура давно уже не применяется, ну и обычная болванка ничем вам не поможет. Если говорить о том, какие бывают основания по своему типу, есть два варианта. Есть медная пластина, довольно-таки тонкая, которая имеет в себе фрезеровку вглубь. И это Watercool, это Аквакомпьютер, это одни из лучших оснований, лучших водоблоков, которые показывают хорошую производительность. Все просто, тоненькое основание, в нем еще есть дополнительное углубление фрезой, и у нас очень-очень близко вода располагается к процессорной крышке. Там маленький слой меди непосредственно препятствует передаче тепла. И, следовательно, тут очень хорошие показатели производительности. И, в принципе, не особо это значение имеет плотность каналов, потому что как линейка Pure у Watercool, так и их старшая линейка Pro HeadKillers показывает отличную производительность в обоих случаях. Так что на Pure можно смотреть спокойно. И что касается толщины каналов, мы поговорим чуть-чуть дальше. Второй тип основания чуть-чуть более древний относительно первого, хотя первый, на первый взгляд, проще. И к первому пришли, когда фрезы стали более тонкие, и все это стало чуть более доступным буквально года 4 назад. А вот второй тип, это чуть-чуть более толстая медная пластина, в которой выфрезировали все вокруг непосредственно микроканальной структуры, сделали вокруг нее разводку, и как раз-таки вот эти вот ребрышки торчат из меди вверх. С одной стороны это неплохо, с другой стороны толщина меди чуть-чуть больше, ну и вы понимаете, что чем больше толщина меди, тем больше препятствий у тепла добраться до воды. Но с другой стороны, куда проще производителю сделать разводку внутри самого водоблока. И тут очень важно понимать, если высота вот этих вот гребешков на уровне 3 мм, то все хорошо, если больше, как у Thermaltake, у Rangentech, то это прям фу-фу-фу как плохо. И мы переходим как раз-таки к другому основополагающему производительности, это толщина каналов. Тут можно поделить все от 0,4 мм и больше, это толстые каналы и ребра, и меньше 0,4 мм, это у нас тоненький. Вообще в идеале 0,2-0,25 самое тонкое, что я видел, но опять же, чем у нас тоньше канал, тем меньше мы можем углубиться. Есть такая проблемка, поэтому тонкое основание используют Watercool и Аквакомпьютер при очень маленькой толщине каналов. И как вы понимаете, толщина каналов и вообще тип того, как это сделано, может быть разным. Но при этом площадь должна соответствовать, точнее быть, чуть-чуть больше, чем ядра под крышкой процессора. И именно поэтому для 3Dripper основание имеет очень-очень большую площадь микроканальной структуры. И тут важно учитывать, что очень-очень важно то, как будет происходить все с другой стороны, потому что помимо микроканалки, толщины и площади микроканальной структуры, очень важен контакт между процессором и основанием. То есть комплементарность основания и процессора должна быть идеальным. И вот тут начинается веселье. Если у нас процессор внутри с термопастой, либо у нас GM, то лучше использовать чуть-чуть горбатое основание. Контакт должен быть примерно с 5-рублевую монету идеальным. Если мы выровняем как процессорную крышку, так и основание, мы рискуем получить, как и я, производительность ниже. Вот из трех одинаковых оснований с разным контактом, медное основание изначально с не самым лучшим контактом относительно своих никелированных собратьев, показывал производительность такую, ну скажем, весьма достойную. Причем обходя значительно всех остальных. Причем термопаста Noctua, я делал два прогрева в блендере, фиксировал второй, потому что термопасте Noctua нужно прогреться, и она показывает потом себя очень-очень хорошо. И после того, как я сточил, все выровнял, контакт стал лучше, но производительность упала в разы и стала даже хуже, чем у медных собратьев. Что говорит о том, что не всегда лучший контакт с большей площадью является более эффективным. В данном случае у меня жидкий металл под крышкой 7980XE, и результат получился такой. С крышкой, к сожалению, 9980XE ничего не получилось подружить, контакт был просто отвратительный, и тут виновата крышка. И это вообще отдельная головная боль всех процессоров и водоблоков. И вот тут мы подошли к еще одному очень важному моменту, который я буду изучать в следующем видео. Это то, что зеркальная поверхность как крышки, так и основание водоблока лучше будет передавать тепло. Если у нас зеркальная, то значит никаких микроцарапинок там нету, в которую может забиться термопаста, и происходить негативное влияние термопасты на передачу тепла. В общем, в идеале я хочу взять процессорную крышку и медное основание WaterAqua, вытащить их просто в идеал, чтобы они прям без термопасты присоединялись, и сделать очень интересное видео дальше. Но пока мы оставим те результаты, которые у нас есть тут, и проговорим все вот эти моменты. Если мы понимаем, что небольшой горб хорошо иметь для GM, либо для термопасты, то для припоя как раз-таки лучше больший контакт. Так что вот эта закономерность, которую я называю комплементарность основания крышки процессора, является фундаментальной для всего остального. И водоблок с лучшим контактом, но худшей структурой, будет показывать лучшую производительность в сравнении с каким-нибудь более дорогим основанием. А пока на данный момент мы разобрались с типами строения, как внутреннего, так и внешнего, и от себя хочу добавить. На водоблоке лучше не экономить. Можно купить китайскую помпу SC600, которая будет нагибать D5, хочу сказать. Правда, чуть-чуть более шумная и более вибрирующая будет, но опять же, все зависит от топа. Можно сэкономить на радиаторе. Взять, допустим, не Hardware Labs, а тот же самый Thermaltake. Он будет хорошо себя показывать. Либо Alphacool. Можно сэкономить на шлангах, можно сэкономить на жидкости, о чем есть видос, и там правильнее даже будет экономить, покупая обычный теплоноситель. Но на водоблоке, как правило, лучше не экономить, но есть лотерея в плане ровности основания и ровности крышки процессора. И ровность процессора можно поправить, и ровность основания можно поправить. Но вот если ты полез в процессор, то гарантии ты можешь лишиться, что очень сильно так портит всю эту вполне себе идеальную картину. И, в общем, от меня мой любимый бренд – это Aqua Computer, и мой любимый бренд – это Watercool. За ними в топе у меня идет EK. У EK есть хорошая старшая линейка, которая порой показывает блистательно себя. У меня даже был такой интересный случай с Supremacy HF, старенький-старенький-старенький, нагибал вообще всех вокруг, и этот Water стоит у моего хорошего товарища, Марка в рабочем компе, охлаждает 5980. Плюс еще EK молодцы, что у них есть все эти технологии в плане реактивных пластин, и они до сих пор их вкладывают в комплекты. После EK идут все остальные тайванцы, и китайцы. Вместе с ними Альфа-Кол. У Альфа-Кол отвратительные водоволки, которые неприметны и неинтересны, к сожалению, как внешне, так и по своему внутреннему строению. И отдельно еще идет такой бренд, как Beats Power, который очень дорогой, дороже, чем немцы, Словения, но при этом там есть очень интересные решения. Но, к сожалению, в большей степени это переплата за бренд. И можно найти фитинги, не Beats Power, которые будут выглядеть так же. В общем, вариантов много. Надеюсь, как правильно выбрать ватер, вы знаете. Что делать, как посмотреть, раскрутить, я думаю, у вас проблем не составит. Как бы 4 винта, и все открылось. И, ребятки, с вас большой палец вверх, подписка на канал. Снизу оставляем как можно больше комментариев, чтобы помочь развиваться каналу. У нас очень узконаправленная тема, в которой на самом деле тяжело. Я был в такой двухнедельной депрессии по поводу всего этого и нашел себе силу делать дальше интересные ролики и контент для вас, мои любимые 13 тысяч человек с небольшим хвостиком. В общем, ребятки, вы все молодцы, и спасибо, что вы мне смотрите. И давайте двигать эту телегу дальше вместе. В общем, большой палец вверх, подписка, комментарии, и всем пока. Пока.